Продолжение следует... 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 Да, загадка, что тут произошло. В общем, постоянно интересные вещи происходят, когда я выхожу с своего аккаунта. Был момент, когда они замедляли голос, еще что-то там, масса всяких событий. В общем, я удивляюсь, сколько интересных ресурсов тратит Назарбаев, чтобы заглушить наш чат ДВК. Итак, друзья, я хотел бы вам напомнить, что вчера в прямом эфире мы обсуждали с вами проведение акции 27 февраля. И мы предполагали, что наши сторонники будут везде оставлять памперсы, в котором, по сути дела, мы посылаем сигнал этому режиму, что пора вас менять. Но события развиваются так стремительно, что вы, наверное, сами понимаете, что нам нужно действовать активнее. И я вижу те комментарии, дискуссии, которые проходят в наших чатах. Я вижу самые различные чаты, которые созданы в социальных сетях, активистами, многодетными матерями. И еще ряд событий произошли, которые я хотел бы откомментировать, которые нас на самом деле фактически подталкивают более активным действиям. Сначала я хотел бы откомментировать ситуацию с судьей Кенжалеевым. Я сегодня выпустил пост, где подробно описал, каким образом на судью оказывалось давление со стороны Комитета национальной безопасности. Но в чате я услышал, что были некоторые участники, которые не знают, что произошло с судьей Кенжалеевым, и не знают, какие события буквально произошли последние 5-6 часов. Итак, я хочу вам озвучить хронологию. В понедельник утром в Ахтау с судьей Кенжалеевым была организована пресс-конференция. На пресс-конференции судья Кенжалеев пригласил различных наблюдателей и Айгуляк-Берды с теми людьми, которые ее поддерживали. Поддерживали на судебных процессах, где власть должна была ее посадить как минимум на 5 лет тюрьмы. Пресс-конференцию судья не смог провести. Всех участников конференции захватил СОБР и насильно доставил в ДВД города Ахтау. После этого судья Кенжалеев вышел с заявлением, что на него оказывается давление, и он получает различные угрозы. И все это происходило потому, что он и судья Байтурова фактически вынесли независимое оправдательное решение в деле Айгуляк-Берды, хотя они получили команду от председателя Верховного Суда Жакова Асанова, чтобы и Айгуляк-Берды была осуждена на 5 лет минимум. И судья Байтурова и сам Кенжалеев были категорически против. И в четверг на прошлой неделе они вынесли решение, которое полностью оправдывало Айгуляк-Берды. Сразу же на следующий день собралась команда из судебной коллеги, которые озвучили якобы, что они отстраняют судью Кенжалеева по этическим мотивам. Эти мотивы были якобы связаны с тем, что судья Кенжалеев когда-то в 13-14 году, лет 5 назад, не заплатил какую-то сумму строителям. И вот эта история вдруг через 5 лет начала всплывать. И именно после того, как они фактически оправдали Айгуляк-Берды. После этого на Кенжалеево началось массированное давление. Вчера, 13 февраля, он сообщил, что 14.30 дня при выезде из дома за ним была установлена слежка на машинах сотрудников Комитета национальной безопасности. Они с сыном пытались избежать слежки, но это не удалось. Более того, когда он вышел из машины, на него был фактически совершен наезд автомобиля Комитета национальной безопасности. Вчера в 23.50 судья Кенжалеев вылетел из Ахтау вместе с наблюдателями, которые были в Ахтау, они вылетели в Астану, чтобы встретиться с европейскими дипломатами. И на встрече с европейскими дипломатами Кенжалеев как раз планировал рассказать о том, что на него идет мощнейшее давление, о том, что это судебное решение с требованием осудить Айгуляк-Берды было сформулировано руководством Верховного суда Казахстана. Но утром на самом деле получилось так, что наблюдатель, представитель миссии Итальянской Федерации по правам человека Людмила Волошина пропала. И после этого, через короткое время, вышел на видеоэфир Кенжалеев, где объявил, что якобы у него нет никаких претензий к власти, что он разобрался, что он ошибся и все прочее. Ну, вы знаете, что на самом деле судья распространил запись своих разговоров членами Верховного суда, он все эти записи выставил в эфир, и поэтому мы все прекрасно знаем и понимаем. Его принудили, его заставили различными угрозами. Мы точно не знаем, чем ему угрожали, но с учетом того, что вчера его пытались задавить, вы понимаете, что он испытал серьезное давление, и, собственно, итогом этого давления явилось то, что он был вынужден сделать заявление, в котором сказал, что он разобрался, он ошибся, его запутали и так далее. Вот, собственно, цена нашего правосудия, и очевидно, что вот это массированное давление на него оказал Комитет национальной безопасности. И все это синхронно произошло с тем, что именно пропал представитель Итальянской Федерации по правам человека Людмила Волошина. Вообще власть совершает огромную ошибку. Когда я говорю власть, это Назарбаев. Огромную ошибку, потому что в Европарламент, во всех международных организациях приезжают представители от Назарбаева, послы, и все время говорят о том, что в Казахстане проводится судебная реформа, что все в порядке, что все хорошо. И вот, собственно, такими действиями, открытыми, наглыми, они опровергают все свои заявления о реформах, о правосудии, о том, что в Казахстане якобы развиваются демократические реформы, и все прочее. Это и Западу становится очевидно, что это просто открытая и наглая ложь. Ясно, что теперь, безусловно, после того, как правозащитники, безусловно, будут выпущены, они, безусловно, появятся, власть никогда не сможет оправдаться, и, безусловно, будет реакция европейских структур, и здесь Назарбаеву придется непросто. Кто-то здесь пишет, что, может быть, правозащитницу подкупили. Я вам скажу, что правозащитницу подкупить невозможно. Это представители Итальянской Федерации по правам человека, подкупить их невозможно. Запугать любого человека, по сути дела, можно. Здесь вопрос в точке, как надавить. Но подкупить здесь никто никого не сможет подкупить. Это очевидно. Тем более, что факты налицо. Записи разговоров присутствуют. Решение судья Кинжалиев и Байтурова уже сделали публичным. Это решение публичное. Местные судебные органы его опротестовали в лице прокуратуры. И видно намерение властей действительно посадить Айгуляк Берды в тюрьму. Меня сегодня спросили в этом чате, что же вы, Мухтар Кабулыч, сделали, как вы защитили судью Кинжалиева. Это все старые отголоски. Я по этому поводу иронизирую. Решить все проблемы за счет Бэтмена, одного человека. Этот человек должен прилететь, привезти войска. Какие-то сбоку. Но, как правило, это западные войска. Наш народ должен наблюдать. И мы таким образом должны защитить любого. А народ при этом предполагается, что просто будет наблюдателем. Я много раз говорил, что наших людей защитить должны в первую очередь мы сами. Безусловно, западные правозащитные структуры, международные организации будут вмешиваться в этот процесс. Но они будут помогать тем, кто действует. Именно мы должны проявить волю. И мы должны активно действовать. Мы должны помочь тем людям, на которых оказывается давление. И я сейчас расскажу то, что происходит в стране. И вы поймете, что мы можем. Мы можем объединиться. Мы можем решать проблемы. И мы реально сменим этот режим. Продолжение следует... Я, конечно, сожалею, что судья Кинжалеев сегодня был вынужден это сделать заявление. Но он сделал немало. Он защитил женщину вместе с Байтуровой. Они приняли правильное решение. Они спасли. Но борьба на этом не заканчивается. Потому что режим не оставил намерения посадить в тюрьму Айгуль Акберды. И только мы ее можем защитить. Только мы, объединившись. Не Бэтмен, не войска ООН, не Мухтар Аблязов. А именно весь народ, весь народ, объединившись, может защитить Айгуль Акберды. Именно весь народ, в первую очередь, должен защитить сам себя. Именно весь народ не должен больше ждать еще 30 лет, чтобы наблюдать, как этот режим растаскивает богатство страны. И мы не должны ждать 30 лет, пока будет править после Назарбаева его дочь. И эта ситуация в стране будет продолжаться и продолжаться. Наша страна будет загнивать. А честных и сильных людей будут загонять в тюрьмы. И наша нация будет вырождаться. И наши дети, наши внуки будут расти трусливыми рабами, которых вырастили мы сами. Потому что мы не дали пример, потому что мы не сопротивлялись. И мы сегодня обсудим, что мы должны сделать, чтобы изменить эту ситуацию. Я хочу обратить ваше внимание, что женщины себя проявляют настоящими героями. Вы посмотрите, что происходит в нашей стране. Женщины вышли на протесты по всем регионам, по всем городам. Женщина, мать четверых, Айгуля Акберды, четверых детей, стоит насмерть. Она могла очень давно раскаяться, ползать перед властями, целовать их ботинки. И, наверное, они дали бы ей условный срок. И все. И она бы жила в страхе. И дальше, может быть, и вдруг выпустили бы ее мужа. Но посмотрите, эта героическая женщина насмерть стоит. Вы посмотрите на наших женщин. Они яростно выходят по всем регионам страны. И Мазарбаев напуган. Вы посмотрите, что они сейчас делают, чтобы сбить накал этого протеста по всей стране. Я обращаюсь к нашим мужчинам. Я обращаюсь к мужчинам. Я обращаюсь к мужчинам, которые говорят, что женщина не может нами управлять. Я обращаюсь к мужчинам, которые говорят, президентом страны не может быть женщина. Я обращаюсь к мужчинам, которые поднимают на высокий педестал женщину и говорят, что она святая. И при этом не могут защитить женщин. Я хочу показать нашим мужчинам, что за благополучие своей семьи в первых рядах во всех регионах страны выходят не сотни, а тысячи женщин. Я призываю мужчин проявить свои мужские качества, поддержать наших женщин, поддержать женщин на всех акциях протеста. 20 февраля женщины собираются выходить. На любых мероприятиях, где собираются женщины, нужна не просто поддержка мужчин, а нужно реальное участие, активное участие во всех этих мероприятиях, чтобы женщины не шли впереди, а мужчины не прятались за женщинами. Посмотрите, что происходит. Когда женщины яростно вышли во многих городах страны, когда женщины вырвали микрофоны у зам Акимов областей, когда разъяренные женщины пришли в Акиматы, вы посмотрите, что стала делать власть. Она страшно испугалась, во-первых. Во-вторых, режим на султана Назарбаева начал преследовать одиноких женщин, приглашать полицейских, запугивать их, блокировать их дома. Вы посмотрите, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok И параллельно пошел процесс, когда напуганная власть начала не только запугивать женщин активных, но и начали откупаться. Активно людям раздают картошку, макароны по одному мешку и так далее, и так далее. Разве это делала раньше власть? Нет. Пусть даже этими мелкими подачками власть пытается каким-то образом снять накал протеста, который существует по всей стране и который только нарастает. Да, некоторые женщины запугали. Они, получив мешок картошки и немного макарон, говорят, все, не надо выходить. ДВК такая организация, она всех ведет на митинги и так далее. Не надо этого делать. Мы договоримся с властью. Власть создала различные комиссии. Партия Нур-Атан, напуганная во всех районах городов, начала принимать людей, и вы прекрасно знаете, что никакого решения положительного, принципиального не будет. Эти чиновники на местах ничего не решают. Решает все один человек. Совсем недавно, в конце января, Назарбаев опубликовал указ о создании некого инвестиционного фонда, куда опять из национального фонда закатили 370 миллиардов тенге. В Цеснобанк Назарбаев залил 1,2 триллиона тенге, это порядка 4 миллиардов долларов. Все эти действия, вы видите, показывают, что денег в стране достаточно. А Назарбаев пытается откупиться от наших граждан, от женщин, жалкими подачками, как немного макарон и мешок картошки. Все эти действия показывают, что эта власть боится, боится своего народа. И вот такими мелкими подачками пытается откупиться. Во-первых, во-вторых, отдельных активистов берут и запугивают. Таким образом, они пытаются сбить накал. Они запугивают женщин. Они запугивают вот такие судьи, как Кинжалиев, пытаясь остановить народный гнев. И все это происходит потому, потому что наши женщины вышли на акции протеста, ничего не опасаясь, ничего не боясь. Их было не десятки, а сотни и тысячи по всей стране. Тысячи! И только тогда власть испугалась. Вы посмотрите, 15 февраля в Астане была назначена встреча Акима города Астаны с жителями. И мы вчера, позавчера призывали, чтобы наши сторонники поддержали действия женщин, пришли на эти акции и присоединили свой голос протеста на этих встречах. И что сделала власть? Что сделали представителям султана Назарбаева в Астане и в других регионах? Они отменили все эти большие встречи, раздробили, объявили, что теперь будут проводиться встречи по районам, по городам. Почему это они сделали? Они сделали это потому, что понимали, что на эти встречи придут десятки тысяч. И многие из них просто разъяренные, взбешенные тем, что этот режим миллиарды ворует и ничем не помогает своему народу. И отсюда вывод простой. Нельзя молчать. Нельзя, как вот было до этого, 30 лет сидеть, не издавать голоса. Власть в это время будет делать все свои грязные делишки. Еще раз, когда я говорю власть, это Нурсултан Назарбаев. Вся власть в его руках. Именно он принимает единоличное решение о финансировании тех или социальных программ. Именно он принимает решение, как разделить многомиллиардные активы страны. Именно он, а не эти чиновники, которые делают вид, создают комиссии. Создали сейчас комиссии во главе с виспремьером Ергулатом Досаевым. Ясно, что это все делается для того, чтобы имитировать якобы решение и обсуждение этих проблем. А потом потихонечку раздавать по мешку картошки, кого-то запугивать и таким образом шаг за шагом сбивать накал, протестный накал нашего народа. И вы, надеюсь, теперь понимаете, что власть понимает только силу народа. Только тогда, когда народ тысячами объединяется. И при этом этот процесс происходит во всех регионах страны. Только тогда эта власть начинает пятиться. Только тогда власть пусть мелкие шаги делает, хоть как-то откупается, хоть как-то обещает, пытается этот вал сбить. Но эта власть пытается это делать. Пытается делать только после того, когда тысячи женщин вышли по всей стране. Именно поэтому мы предлагаем поддержать эти все процессы, которые идут сейчас в нашем обществе. Они активно идут. До 27 февраля время есть, и мы сумеем организоваться. 27 февраля мы предлагаем общеказахстанский митинг. Митинг, который должен пройти тогда, когда будет съезд партии Нур-Атан. Тогда, когда на этом съезде члены этой партии, продажные люди будут хвалить на султана Назарбаева. Он будет рассказывать о том, чтобы не было бы никогда Казахстана, если бы не было бы Назарбаева. Не было бы такой страны, что он создатель Казахстана. Мы все услышим 27 февраля только хвалебные возгласы, всякие оды в адрес Нур-Султана Назарбаева. Мы предлагаем изменить наш подход. 27 февраля выйти на общеказахстанский митинг. Выйти вместе с женщинами. Выйти с памперсами. Оставлять их в филиалах партии Нур-Атан. Мы завтра и послезавтра распространим карту расположения офисов партии Нур-Атан. И в каждом регионе наши сторонники, все те, кто могут и знают, что сказать представителям партии Нур-Атан, чтобы они знали, куда прийти и во сколько. Завтра мы распространим полностью интерактивную карту партии Нур-Атан. Я понимаю, что разный уровень страха присутствует в нашем обществе. Кто-то готов просто пост написать, кто-то готов просто лайк поставить, кто-то просто преодолеет свой страх и зайдет на наш канал 1612. Но есть такие, которые выйдут с памперсами, они оставят его в многолюдных местах. Сигналом этой власти вас пора менять. У нас будут, безусловно, сторонники, которые выйдут прямо на митинг к офисам партии Нур-Атан, особенно в Астане. Там будут происходить именно центральные события. Я прекрасно понимаю, что очень много людей придет и появится. Они у нас есть. Появятся те самые женщины, которые понимают, что эта власть в очередной раз пытается их обмануть. И мы должны предложить такой формат, в который выльется массовый протест на разном уровне. Мы предлагаем всем тем, кто готов идти к офисам партии Нур-Атан, прийти и озвучить свои требования. Женщины – это многодетные женщины, свой пакет социальных требований. Наши безработные, которые возмущены ведением единого социального платежа, тоже, чтобы могли прийти в офисы партии Нур-Атан и потребовать отмены. Прийти нашим сторонникам, которые хотят смены этого режима, и они могут прийти и оставить памперсы в офисах партии Нур-Атан по всей стране, не только в Астане. И второй уровень. Если наши сторонники не готовы появиться у офисов партии Нур-Атан, они могут оставить памперсы по всему городу, в самых различных многолюдных местах, сигналом этому режиму, режиму Нусултана Назарбаева, то, что вас пришло время менять. Поэтому, уважаемые друзья, мы призываем 27 февраля в среду. Это рабочий день, к сожалению. Но мы здесь вынуждены именно в рабочий день объявить, потому что съезд партии проходит 27 февраля. Надо проводить именно 27 февраля, сломать эти песни на султана Назарбаеву, чтобы он знал, как народ относится на самом деле к нему. Именно 27 февраля мы призываем всех тех, кто недоволен этим режимом, прийти к офисам партии Нур-Атан социальными требованиями. Это матери, это безработные, одним словом, все те, кому есть предъявить претензии этой власти в лице режима Нур-Султана Назарбаева. И он будет в Астане на этом съезде. Партия Нур-Атан называется народная. Как я говорил, это не какая-то ненародная партия, потому что в программе партии написано, что они реализовывают все замыслы Нур-Султана Назарбаева. Они не реализовывают замыслы и требования народа. Они реализовывают курс Нур-Султана Назарбаева. И 27 февраля вся страна увидит, что партия Нур-Атан точно не является народной, потому что они будут закрываться полицией. Закроются так, чтобы никто посторонний не попал туда. А посторонним является весь народ Казахстана. Только узкая политическая верхушка во главе с Нур-Султаном Назарбаевым, который владеет всеми богатствами страны, будут находиться на этом съезде и будет прикрывать их полиция. И поэтому вы по очи увидите, что не какая-то ненародная партия, это партия Нур-Султана Назарбаева, криминальная, мафиозная. Именно они грабят страну, именно они не решают никакие вопросы, хотя, вы знаете, Назарбаев все время заявляет, что партии Нур-Атан ответственны за все экономические и политические реформы в стране. Еще раз, 27 февраля мы объявляем митинг, это уже не акции. 27 февраля мы призываем вас прийти к офисам партии Нур-Атан по всей стране. 27 февраля мы объявляем митинг, в котором будут озвучены экономические требования многодетных матерей, экономические требования всех тех, кто не имеет работу, они будут обязаны платить в единый совокупный платеж, ЕСП так называемый. 27 февраля наши сторонники могут прийти к офисам партии Нур-Атан с памперсами и дать сигнал власти. Пора вас менять. 27 февраля это митинг. 27 февраля это не акция, это митинг. Я обращаюсь к руководителям ячеек, к членам ячеек, выходите на штаб, давайте мы усилим нашу работу, распространять будем материалы, собирать людей. 27 февраля митинги по всем стране, там где находятся офисы партии Нур-Атан. Как я говорил, 27 февраля всем тем готов идти на митинг, к офисам партии Нур-Атан они приходят туда. Кто не готов участвовать на митинги, по каким-то причинам опасается, они оставляют памперсы во всех многолюдных местах, фактически давая власти понять, что вас пришло время менять. Здесь один из наших сторонников пишет, что его жена никогда не согласится на мешок картошки и макарон. Мешок картошки и макарон очень быстро закончится. Несколько недель все этого нет. Ваши дети, они должны расти достаточно долго, чтобы стать независимыми в состоянии зарабатывать. Они должны получить бесплатное качественное образование. Они должны получить бесплатные качественные медицинские услуги. Они должны получать пособия по программе ДВК как минимум до 7 лет. Матери должны получать такие пособия, которые им позволят ухаживать за детьми. Мешком картошки и макарон эта власть не должна откупиться от своего народа. Уважаемые наши сторонники, наши активные участники чата «Активист ДВК», я призываю вас усилить вашу работу, привлекать как можно больше людей к этим митингам 27 февраля, начать взаимодействовать со штабом. Давайте мы организуем этот митинг по всей стране и сделаем его сильным. Сейчас акции протеста женщин, которые происходят по всей стране, они никак серьезно не организованы. Как бы не были активны эти женщины, в конечном счете власть будет оказывать на них давление, запугивать, откупаться мешками картошки и макарон. Но мы же понимаем, что это не решение проблемы. Мы должны помочь нашим гражданам принципиально изменить ситуацию. И для этого существует политическая организация «Демократический выбор Казахстана». У нас есть политическая платформа, у нас есть план экономических реформ, у нас есть четкий план, как развивать страну. Именно мы должны нашим людям, нашим женщинам объяснить, что мы будем делать в будущем, как мы будем развивать страну. Рассказать о социальной программе ДВК, о жилищной программе ДВК, чтобы люди понимали, эти требования не должны быть одноразовыми. Мы должны системные действия произвести, чтобы этот протест не заглох, и чтобы мы добились успеха. И в этом смысле ваша заслуга будет неоценима, уважаемые сторонники ДВК. Время 27 февраля мы уточним. Мы выясним точно, когда будет съезд партии Нур-Атан. Согласуем с вами. И в ближайшие несколько дней распространим обращение к народу Казахстана. И призовем всех поддержать этот общеказахстанский митинг 27 февраля у офисов партии Нур-Атан. Уважаемые мужчины, наши сторонники, сторонники демократического выбора Казахстана, я призываю вас усилить свою работу, не быть за спиной женщин, войти активно в этот протест, активно в этом участвовать, возглавить эти протесты. И мы уверен, сумеем добиться успеха в этом году. На сегодня я свой эфир завершаю. Сау Волгсдар. Завтра мы еще раз поговорим более подробно. Мы выйдем с пакетом предложений уже завтра со стороны штаба ДВК. Сау Волгсдар. Сау Волгсдар.